Если вы взяли сегодня с собой Библии, то откройте со мной первую главу первого послания от Иоанна. Иоанна, первая глава. Мы с вами говорили о том, что кровь Иисуса дает нам силу. И о том, что есть четыре вещи, которых человек должен достичь для того, чтобы ходить в силе крови Иисуса. Первое. Вы должны знать о крови Иисуса. Это не должно быть для вас просто религиозным клише. Вы должны знать истину о крови Иисуса. Второе. Вы должны верить в нее. По вере вашей добудет вам. Третье. Вы должны принимать кровь Христа и использовать ее в своей повседневной жизни. Примите свои победы и ответы через кровь Агнца. И четвертое. Вы должны ожидать от нее чуда. Вот что на самом деле происходит. Мы понимаем, что Слово Божье не будет работать без веры в него. На протяжении всего этого времени мы поняли, как важно иметь веру в исцеление, в освобождение, в небесное обеспечение. И это хорошо. Но ничего из этого не было бы возможным, если бы мы не принимали в своей жизни кровь Иисуса. То есть, в итоге, наша вера должна основываться на крови Иисуса. Иначе говоря, мы имели веру в те принципы, которым научились, но этих принципов не было бы, если бы не было крови Христа. Мы мало времени уделяем развитию веры в кровь Иисуса. Да, мы развили веру в процветание. Да, мы развили веру в исцеление. Мы развили веру в искупление, и это хорошо. В этом нет ничего плохого. Но мы должны дойти до того, когда мы поймем, что изначально все это появилось лишь благодаря крови Иисуса. Поэтому теперь мы должны развивать свою веру и утверждать ее на крови Иисуса. Веру в то, что через кровь Христа мы получаем обеспечение и исцеление, что через нее мы обретем искупление, прощение, процветание и благословение. Наша вера должна основываться на крови Агнца. Поэтому я бы назвал сегодняшнюю проповедь «Взирайте на Агнца». Ведь это именно то, что нам нужно делать – взирать на Агнца Божьего, Иисуса. Что же такое вера в кровь Иисуса? Вера в кровь Иисуса – это когда вы знаете, что дала вам Его кровь. Вера в кровь Иисуса – это когда вы знаете, от чего Его кровь избавила нас. А она избавила нас от многого. Вера в кровь Иисуса – это когда вы знаете, что эта кровь принесла нам. И если вы знаете, что вам дала эта кровь, то вы не сможете в нее не верить. Нельзя иметь веру, не зная того, что она принесла, чего достигла, и что она нам обеспечила. И когда вы будете дальше идти по жизни, то все обеспечение, которое дала кровь Иисуса, будет с вами. Но что будет, если вы об этом не знаете? Вы не сможете этим воспользоваться. Вера в кровь Иисуса затрагивает все сферы жизни. И именно об этом мы и будем сегодня говорить. Об этом утверждении нашей веры на крови Агнца. Давайте вместе прочитаем Евангелие Иоанна, 1 главу, 29 стих. Иоанна 1, 29. Готовы? Читаем. На другой день видит Иоанн, идущего к нему, и Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это было, когда Иоанн Креститель увидел Иисуса. Он сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Мы знаем, что Иисус, Агнец Божий, был заклан за нас. И Его кровью. Он Агнец Божий. И Он был заклан за нас. Он отдал Свою кровь, и она принесла нам много благословений. Важно, чтобы вы понимали, что эти вещи пришли благодаря крови Христа. Благодаря Его крови нам была дана вечная жизнь. Нам было дано прощение от греха. Нам был дан мир и безопасность среди бурь. Нам была дана радость. Благодаря крови Иисуса мы имеем исцеление и здоровье. Он избавил нас. Дал нам свободу. Его кровь избавила нас от грядущего гнева. Она очистила наше сознание от похоти и всего остального, чтобы мы могли служить Богу. Благодаря крови Иисуса мы можем войти в Божье присутствие, призвать Его и назвать Его Отцом. У меня есть право, купленное кровью Христа, называть Бога Отцом. И все это благодаря крови Иисуса. Небеса стали для нас радостной реальностью только благодаря крови Агнца. Мы должны исследовать в этой проповеди все то, что было даровано нам благодаря крови Иисуса. И когда все эти вещи происходят в нашей жизни, мы должны сразу же укреплять свою веру в Его кровь. «Не поймите меня неправильно. Я оставил это напоследок». И сейчас скажу вам кое-что еще. Кровь Иисуса – это не оправдание для греха в вашей жизни. Послушайте меня внимательно. На самом деле, кровь Иисуса является эффективным Божьим средством против греха. Она не позволяет греху быть в вашей жизни, но является средством против него. Она избавляет от греха, хранит нас в чистоте, в свободе и в свете. Кровь Иисуса является Божьим средством против греха, а не разрешением грешить. Если вы меня поняли, то скажите «Аминь». Иначе говоря, кровь Иисуса не была дана нам, чтобы мы брали чужой торт и ели его. Вы не можете лежать в кровати с чьей-то чужой женой и при этом призывать кровь Иисуса. Видите, во что это порой превращается? Христианство стало таким, что мы больше не чувствуем обвинения в грехе. Каким-то образом мы думаем, что если праведность не от нас, а от Иисуса, то мы можем грешить. И порой люди ничего не делают, чтобы с этим бороться. Они просто считают, что кровь Иисуса позволяет им грешить. Но это не так. Кровь Христа является ответом и помощью на то, чтобы вы не грешили. Она поможет вам не грешить. Поэтому если вы застряли в грехе, то, как говорит Библия, кровь Иисуса поможет вам выбраться из Него и начать ходить в свете Божьего Слова, если вы будете поступать правильно. Скажите «Поступать правильно» и не делать неправды. Если вы будете уделять время Слову Божьему, то будете ходить в свете Его Слова, Библия говорит, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, то есть избавляет от грехов. Но если вы пытаетесь использовать кровь Иисуса для того, чтобы все-таки съесть чужой пирог, согрешить, а потом призвать Его кровь, то это значит, что вы не понимаете сути крови Иисуса. И хоть кровь Божья и очищает нас от грехов, она не создана для того, чтобы мы продолжали грешить. Вы меня слушаете? Похоже, что некоторых из вас это разочаровало. Сейчас в церкви много греха. В церкви невероятное количество греха, так что многие христиане уже до того дошли, почему нормально делать то, чем они занимаются. Но знаете, дамы и господа, сила крови Иисуса может избавить вас от этого. Вы не должны больше делать этого. Сила крови Иисуса может освободить вас от всего этого. Так почему же вы снова возвращаетесь к этому, когда вы можете быть свободны? И церковь доскажет... Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Божье правосудие полностью удовлетворено кровью Его Сына. Вы не можете ничего к этому добавить. И когда мы призываем кровь Иисуса, когда мы призываем Его по вере, зная о том, что она сделала и что обеспечила, то Бог почитает наш призыв. Если вы хотите, чтобы небеса начали действовать быстрее, призовите кровь Иисуса. Призывайте Его кровь на свою семью, на своих детей, на свои финансы. Ходите во свете, как и Он во свете. И призывайте Его кровь. Пусть дьявол знает, что сколько бы раз он не приходил и не пытался искушать или обвинить меня. Я могу сказать лишь одно. Против тебя – кровь Иисуса. Я верю в Его кровь. И не верю в то, что ты говоришь. Я верю в кровь Христа. Да, я не был таким уж хорошим. Да, я грешил. Но я верю, что кровь Иисуса может об этом позаботиться. Поэтому не надо напоминать мне об этом. Ведь я верю в кровь Христа. А Бог чтит Его кровь. Я хочу показать вам кое-что, что я не понимал целых 20 лет. Я читал об этом, но не понимал. Поэтому я рад поделиться этим с вами. И я верю, что мы сможем разобраться с этим сегодня. И вы уйдете отсюда, зная и понимая эту тему намного больше. Откройте книгу пророка Захарии. Можете заглянуть в список книг Библии. Девятая глава. Захарий, девятая глава. Слава Богу за то, что вы сейчас услышите. Молитесь за меня. Молитесь о том, чтобы я остался в том, что раньше называли, сейчас это называется, комитетом Святой Книги. Вот это да! Вы готовы это принять? Вы готовы обрести свободу? Я знаю, что есть вещи, которые вам не нужно делать. Необходимо от них освободиться. Необходимо получить свободу, и это совершит Бог. Захарий, девятая глава, одиннадцатый стих. Мы вместе прочитаем. Одиннадцатый и двенадцатый стих. Готовы? Читаем. «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из-за рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещают, воздам тебе вдвойне. Повернитесь к соседу и скажите, за трудности вдвойне». То есть, говоря о крови Иисуса пророчески, Захария под помазанием сказал о том, что дает кровь Иисуса. «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из-за рва, в котором нет воды». Обратите внимание на то, что он сказал. «Ради крови завета я верну узников из рва, в котором нет воды». Что это за ров? Мы видим, что кровь Иисуса отвечает за то, чтобы достать их из-за рва. Многие из вас сегодня могут думать, что они не во рве. Но погодите. Тот ров без воды может быть грехом или греховной привычкой. Ваш ров может быть какой-то демонической зависимостью. Возможно, ваш ров — это дух страха. Возможно, ваш ров — это пристрастие к похоти и аморальным мыслям. И вы не знаете, как от всего этого избавиться. Ваш ров могут быть ужасные кошмары, которые снятся вам время от времени. Или, возможно, это глубокая депрессия. Либо дух тяжести, который постоянно вас гнетет. Вашим рвом может быть эта гнетущая бедность, боязнь краха, когда вам кажется, что вы потерпите крах во всем. Возможно, это ваш ров. Ваш ров, дамы и господа, это все, что удерживает вас в своих оковах. Это и есть ваш ров. Все, что удерживает вас в своих оковах, и есть ваш ров. Ров без воды. А теперь давайте подумаем вот о чем. Возможно, сегодня вы все еще сидите в орве, и вы поняли, что в нем оказались. Возможно, вы уже наполовину выбрались из-за рва. Но этот ров без воды является собой скрытые демонические оковы, о которых не знает никто, кроме вас, Бога и дьявола. Это та проблема, с которой вы боретесь 20, 30, 40 лет. Вы застряли в этом рве без воды. Но Бог говорит, что благодаря крови завета, которой является кровью Иисуса, вы можете выбраться из этого рва. А теперь послушайте очень внимательно. Бог говорит о чем-то интересном в следующем стихе. «Возвращайтесь на твердыню, на твердую землю». Это и есть ключ. Вы, надеющиеся пленники. Подумайте об этом, дамы и господа. Надеющиеся пленники. В большинстве случаев, когда мы говорим о надежде, то говорим о позитивном значении. Но послушайте. Не надо всегда оставаться надеющимся пленником. Я не хочу оставаться в таком положении. Многие люди, надеющиеся пленники, в этом рве без воды человек является надеющимся пленником. Он постоянно надеется на свободу и постоянно ищет избавление, постоянно борется за освобождение. Представьте себе это. Он тратит всю свою жизнь, желая быть свободным, желая быть избавленным, желая, наконец, освободиться. Он не хочет этого делать, желая из всего этого выбраться, но продолжает это делать. Он постоянно спрашивает себя, «Что со мной не так?» И так долго остается надеющимся пленником, что в итоге враг загоняет его в безнадежность. Многие христиане также являются надеющимися пленниками. Они вечно надеются на свободу и освобождение, но так никак и не могут выбраться из этой ямы. Но кровь Иисуса. Обратите внимание на то, что сказал Бог. Если вы хотите выбраться, то вы не должны быть надеющимся пленником, но должны вернуться на твердыню. Обычно я застревал на этом месте, потому что меня всегда учили, что твердыня – это нечто негативное. Но помните, недавно я говорил вам, что слово «твердыня» не всегда упоминается в негативном контексте. Когда в этом контексте Бог говорит «вернуться на твердыню», чтобы получить избавление и перестать быть надеющимся пленником, то Он говорит о крови Иисуса. Кровь Иисуса является для нас твердыней, освобождением и выкупом. Послушайте, возможно, вы давно ищете эту твердыню под названием «кровь Иисуса». Знайте, что Его кровь принесла нам победу, и она может помочь нам выбраться из-за рва. Вы можете обратиться к своей твердыне посредством веры, провозгласить полную свободу и воспользоваться всеми преимуществами драгоценной крови Христа. Вот что Бог призывает вас сказать. «Я был в рве, и все, что я не пробовал, не давало мне из него выбраться. Я был надеющимся пленником. Но вот что я сделаю. Я обращусь к крови Иисуса посредством веры и буду избавлен из-за рва». Бог не говорит вам обратиться к крови Иисуса, а затем оглядеться вокруг и сказать, что ничего не происходит. Он говорит, что вы обратились к крови Иисуса через веру и приняли по вере избавление и свободу, назвали несуществующее существующим. Почему? Из-за крови Агнца. Аллилуйя! Бог дает кровь Иисуса для вашей свободы. Бог дал кровь Иисуса для вашей свободы. Он дал ее для вашей свободы. Если вы не свободны, тогда кровь Христа должна освободить вас из-за рва. Вы должны обратиться к крови Иисуса прямо сегодня и освободиться из-за рва. И каким бы ни был этот ров, он не в состоянии противостоять крови Христа. Он не может противостоять его крови. Независимо от того, в каком рве вы находитесь, ни один из них не в состоянии противостоять крови Господа. Вы можете быть в рве гомосексуализма, но он не может противостоять крови Христа. Вы можете быть во рве наркотической зависимости, но он не может противостоять крови Иисуса. Вы можете быть во рве порнографии, но он не сможет противостоять силы крови Агнца. В его крови есть сила, чтобы разрушить и уничтожить все негативные твердыни. Но у вас должна быть вера. Скажите, «Я верю в кровь, которая избавляет меня от рва». Смотрите, кровь Иисуса избавила и освободила меня. Благодаря его крови я свободен. И она покрывает меня и сейчас. Я избавлен и свободен. Я хочу, чтобы вы повторили вслед за мной. Моя вера в победу в крови Христа. Скажите еще раз, «Моя вера» В победу В крови Христа. Послушайте себя. Послушайте, что вы говорите, и скажите еще раз, «Моя вера» В победу. Где ваша вера в победу? Где ваша вера в избавление? Где ваша вера в исцеление? Где ваша вера в то, что вы выберетесь из долгов? Где ваша вера в счастливый брак? Моя вера В победу В крови Иисуса Где ваша вера в то, что вы получите работу? Моя вера В победу В крови Иисуса Где ваша вера в то, что вы обретете мир? Где ваша вера в то, что вы будете прощать других? Моя вера В победу В крови Иисуса Я одинок Постойте, этого не нужно говорить. Я продолжаю проповедь. Мы исповедали все хорошее, а потом вы говорите, «Я одинок». Не говорите такое. Кто-то говорит, «Я одинок». Но ваша вера в победу над одиночеством в крови Иисуса Вы должны обновить свой разум. Поэтому, что бы ни происходило в вашей жизни, кровь Христа всегда будет ответом. Что бы ни было, всегда есть кровь Иисуса. Какой бы ни была атака, всегда есть его кровь. Она является единственной вещью, которая принесла сатане вечное поражение. И ему этого не избежать. Слава Богу! Оглянитесь назад. Это вечное поражение. И дьявол не может этого изменить. Он в вечном поражении. Все, что ему остается, это пребывать в вечном поражении. Что бы он ни сделал, он сделал в вечном поражении. Я верю в победу крови Иисуса. Поэтому я говорю, будьте свободны. Не завтра, не на следующей неделе, или в следующем месяце. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Будьте свободны прямо сейчас. Мое упование возложено на кровь Иисуса, а не на себя. Не на мое образование. Не на мою гамилетику. А на кровь Иисуса. Вера приходит от слышания. И поэтому я буду делиться с вами посланием 30 недель. Чтобы к вам пришла вера. И в конце этой серии проповедей, да благословит Бог. Бесов не должно быть даже на вашей улице, потому что, выйдя туда, все они рискуют встретиться с тем, кто знает о крови Иисуса. Знаете, что значит быть искупленным Его кровью? Сейчас вы поймете, что это значит. Простите, что я так взволнован. Но ведь мы говорим о Его крови. Я видел, как люди переживали полное прощение. Я видел, как они переживали полное очищение и победу, потому что поверили в кровь Иисуса. И я хочу сказать вам сегодня, что вы можете иметь то же самое. Кровь Иисуса – это Божие обеспечение полного искупления. Откройте послание к Колоссинам. И не забывайте о последней части из книги пророка Захарии. Я не только избавлю вас, но и воздам вам вдвойне. Господь, помилуй, помилуй нас. Смотрите, что здесь говорит Господь. Я дам вам вдвойне за то, что вы были во рву. Я дам вам вдвойне, потому что вы и так пережили множество проклятий во рве и выбрались из него. Я покажу вам, что служить Богу лучше, чем служить рву. И поскольку вы решили выбраться из-за рва, я приготовил для вас двойную порцию благословений, независимо от того, сколько вы просидели в этом рве. Я хочу, чтобы вы из него выбрались. Бог говорит вам «двойное благословение». Давайте, выбирайтесь из-за рва. Скажите «Бог вас даст вдвойне». Я буду свободен. Я не буду тратить всю свою жизнь, чтобы только пытаться освободиться. Настало время стать свободным. Но, брат Доллар, вы не понимаете. Знаете, у меня есть проблема с похотью. И каждый раз, когда я смотрю на кого-то, я мысленно уже с ним в постели. Если это так, для вас настало время освободиться. Настало. Настало время освободиться. Если Бог должен закрыть определенные сферы, то пусть так и будет. Ведь настало время освободиться. Слава Богу. Настало время узнать, какова жизнь на свободе. Вы не должны идти кривым путем. Вы не должны быть лишь надеющимся пленником. Вы не должны оставаться во рве. Бог не создавал вас для рва. Он создал вас для Божьего Царства. Я верю в победу. В победу крови Агнца. Эта программа выходит при поддержке служения Крефла Доллара. Давайте послушаем сегодняшнее послание доктора Крефла Доллара. В его крови есть сила, чтобы разрушить и уничтожить все негативные твердыни. Но у вас должна быть вера. Скажите, я верю в кровь, которая избавляет меня от рва. Смотрите, кровь Иисуса избавила и освободила меня. Благодаря его крови я свободен. И она покрывает меня и сейчас. Я избавлен и свободен. Я хочу, чтобы вы повторили вслед за мной «Моя вера в победу в крови Христа». Скажите еще раз «Моя вера в победу в крови Христа». Послушайте себя. Послушайте, что вы говорите, и скажите еще раз «Моя вера в победу». Где ваша вера в победу? Где ваша вера в избавление? Где ваша вера в исцеление? Где ваша вера в то, что вы выберетесь из долгов? Где ваша вера в счастливый брак? Моя вера в победу в крови Иисуса. Где ваша вера в то, что вы получите работу? «Моя вера в победу в крови Иисуса». Где ваша вера в то, что вы обретете мир? Где ваша вера в то, что вы будете прощать других? Моя вера в победу в крови Иисуса. Я одинок. Постойте, этого не нужно говорить. Я продолжаю проповедь. Мы исповедали все хорошее, а потом вы говорите «Я одинок». Не говорите такое. Кто-то говорит «Я одинок». Но ваша вера в победу над одиночеством в крови Иисуса. Вы должны обновить свой разум. Поэтому, что бы ни происходило в вашей жизни, кровь Христа всегда будет ответом. Что бы ни было, всегда есть кровь Иисуса. Какой бы ни была атака, всегда есть его кровь. Она является единственной вещью, которая принесла сатане вечное поражение. И ему этого не избежать. Слава Богу! Оглянитесь назад. Это вечное поражение. И дьявол не может этого изменить. Он в вечном поражении. Все, что ему остается, это пребывать в вечном поражении. Что бы он ни сделал, он сделал в вечном поражении. Я верю в победу крови Иисуса. Поэтому я говорю, будьте свободны. Не завтра, не на следующей неделе, или в следующем месяце. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Будьте свободны прямо сейчас. Мое упование возложено на кровь Иисуса, а не на себя. Не на мое образование. Не на мою гамилетику. А на кровь Иисуса. Вера приходит от слышания. И поэтому я буду делиться с вами посланием 30 недель, чтобы к вам пришла вера. И в конце этой серии проповедей, да благословит Бог, бесов не должно быть даже на вашей улице, потому что, выйдя туда, все они рискуют встретиться с тем, кто знает о крови Иисуса. Знаете, что значит быть искупленным Его кровью? Сейчас вы поймете, что это значит. Простите, что я так взволнован. Но ведь мы говорим о Его крови. Я видел, как люди переживали полное прощение. Я видел, как они переживали полное очищение и победу, потому что поверили в кровь Иисуса. И я хочу сказать вам сегодня, что вы можете иметь то же самое. Кровь Иисуса — это Божие обеспечение полного искупления. Откройте послание к Колоссинам. И не забывайте о последней части из книги пророка Захарии. Я не только избавлю вас, но и воздам вам вдвойне. Господь, помилуй, помилуй нас. Смотрите, что здесь говорит Господь. Я дам вам вдвойне за то, что вы были во рву. Я дам вам вдвойне, потому что вы и так пережили множество проклятий во рве и выбрались из него. Я покажу вам, что служить Богу лучше, чем служить рву. И поскольку вы решили выбраться из-за рва, я приготовил для вас двойную порцию благословений, независимо от того, сколько вы просидели в этом рве. Я хочу, чтобы вы из него выбрались. Бог говорит вам двойное благословение. Давайте, выбирайтесь из-за рва. Скажите, Бог вас даст вдвойне. Я буду свободен. Я не буду тратить всю свою жизнь, чтобы только пытаться освободиться. Настало время стать свободным. Но, брат Доллар, вы не понимаете. Знаете, у меня есть проблема с похотью. И каждый раз, когда я смотрю на кого-то, я мысленно уже с ним в постели. Если это так, для вас настало время освободиться. Настало. Настало время освободиться. Если Бог должен закрыть определенные сферы, то пусть так и будет. Ведь настало время освободиться. Слава Богу. Настало время узнать, какова жизнь на свободе. Вы не должны идти кривым путем. Вы не должны быть лишь надеющимся пленником. Вы не должны оставаться во рве. Бог не создавал вас для рва. Он создал вас для Божьего Царства. Я верю в победу. В победу крови Агнца. Ну что ж, я все это понимаю, но... Возразит кто-то. И опять ваше «я» на пути у Бога. Верьте в кровь Иисуса. Да, но я не вижу, чтобы что-то происходило. Скажут некоторые. Когда мы говорим о вере, мы не руководимся тем, что видим, не руководимся тем, что слышим, или тем, что чувствуем. Мы высвобождаем внутреннее знание в вере, которое говорит, вот как есть на самом деле. Я буду свободным. Воскликните. Я свободен. Я выбрался из-за рва. Я выбрался из-за рва. Колоссянам 1.14 Посмотрите. Посмотрите на это местописание и на то, что вы читаете. Там сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Так что через кровь Христа мы имеем не только искупление, но и прощение грехов. Каким-то образом вы позволили людям убедить вас в том, что вы сделали что-то настолько плохое, что кровь Иисуса не сможет вам помочь. Но через Его кровь у вас есть прощение, если вы ходите во свете. Может быть, вы подумаете, «Ну да, пастор, разве найдется человек, который вас не послушает?» Найдется много и таких. Они скажут, «О, я даже слышать такое не хочу». Итак, вера в кровь Иисуса. Как насчет этого? После смерти они скажут, «Господи, но я ведь не знал». А Он ответит им, «Все, что тебе когда-либо было нужно, я дал тебе в Моей крови, но ты отверг ее». Вот как вы можете отвергнуть кровь Иисуса. Вы отвергли то, что Бог предлагал вам через Его кровь. Не стали достигать веры и использовать силу крови. И теперь у вас противоречие между «Я люблю Бога» и «Я люблю грех, который я делаю». Если это так, то вы недостаточно любите Бога для того, чтобы исполнить Его Слово. Так? Многие люди, состоящие в браке, говорят, «Я люблю Бога». И все, что вам надо делать, это исполнять Слово Божье. Послушайте, быть спасенным нетрудно. Вы сами порой делаете это трудным. Но это нетрудно. Счастливый брак – это нетрудно. Надо просто делать то, что говорит Библия, и все. Источник трудностей – эгоистическая часть вашего «Я», которая не хочет делать то, что нужно. Но в крови Иисуса есть сила, чтобы освободить вас от нее. Давайте откроем тридцать девятый псалом. Теперь мы можем понять, что сказал в этом псалме Давид. Со второго по четвертый стихи. Давайте прочтем эти стихи вместе. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, и убоятся, и будут уповать на Господа». Люди увидят, что вы выбрались из своего рва, и смогут уповать на Бога, увидев, что Он для вас сделал. И они придут к выводу, раз Бог извлек вас из вашего рва, а они сейчас в таком же, в котором были вы, то и они смогут выбраться из него. Если будут уповать на Бога, некоторые из вас получат избавление уже сегодня, и вы будете свидетельствовать другим, даже не открывая своих уст. Ключ ко всему – это на кого вы смотрите, на кого вы взираете. Взирайте на Агнца Божьего. Это как раз то, к чему призывает Иоанн Креститель. Это призыв из Божьего сердца для всего человечества, а также и к вам. Независимо от того, кто вы, и в какой ситуации оказались, вот что самое важное. Взирайте на Агнца. Что это значит? Откроем первую главу Евангелия от Иоанна. Взирайте на Агнца. Своими духовными глазами смотрите на него. Вот что я хочу вам показать. Есть два главных применения этого местописания. Взирайте на Агнца. В 29 стихе, в переводе Библии короля Иакова, говорится, «На другой день видит Иоанн, идущего к нему, Иисуса, и говорит, «Взирайте на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира». «Взирайте на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира». Братья и сестры, первый момент, который я хочу донести до вашего понимания, здесь такой. Когда Иоанн сказал, «Взирайте на Агнца Божьего», он, конечно, представил Иисуса как Мессию. Он представил Иисуса как помазанника. Того, на ком помазание. Он представил Иисуса как долгожданного искупителя. И вот что он говорит. Для того, чтобы получить свободу от греха, для того, чтобы получить прощение и быть принятым Богом, необходимо взирать на Агнца Божьего. Смотреть на него. Агнец Божий, единственный, кто может забрать грехи мира. Он единственный, кто может забрать грехи мира. Это исполнение пророческого слова из книги пророка Исаии, 45 главы 22 стиха. Откройте это место. Исаии 45, 22. Прочитайте его, прежде чем я сделаю утверждение, которое может вызвать споры. Исаии 45, 22. Давайте прочтем эти стихи вместе. Готовы? Читаем. «Ко мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это пророчество было произнесено почти за 800 лет до рождения Христа. Нет иного, кому было бы определено Богом забрать ваши грехи. Только Иисус. Поймите это. Казалось бы, тут есть путаница, но на самом деле никакой путаницы нет. Я хочу ясно сказать, только Иисус может забрать ваши грехи. Это может сделать только Он. А мне показалось, что должен быть кто-то еще, кто может их забрать, скажут некоторые. Но нет никого. Ни на другой планете, ни в другом мире, кто может забрать ваши грехи, кроме Иисуса. Он единственный, кто может это сделать. И если вы говорите, «Я в это не верю», тогда у вас неприятности, потому что Иисус единственный, кто может забрать ваши грехи. Он единственный. Только Он может забрать ваши грехи. Он пророчествовал. «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Так что, если вы ищете какой-то иной способ избавления от своих грехов, вины и стыда, то напрасно. В Соединенных Штатах Америки люди стали искать замену Иисусу. Но никакой замены нет. Когда Иисус родился, началось дело искупления. Никакой замены нет. Откройте 4 главу Деяний. Деяний 4 главу. Я не знаю, что происходит с христианством. Некоторые люди представляют его так, что очевидно, что они запутались. Нет, нет, нет. Я не желаю объединяться со всеми существующими религиями мира. Я не собираюсь объединяться с людьми, которые находятся в заблуждении, ведь они не знают, что Иисус единственный, кто может забрать их грехи. Мне не нужно такое объединение. Все это называют религиями. Что делает вашу религию правильной? Что? Что именно делает ее правильной? Спрашивают у меня порой. Прежде всего, у меня нет никакой религии. У меня есть личные отношения с живым Иисусом, которому Бог определил забрать мои грехи. Пусть не будет путаницы. Я не собираюсь объединяться с другими религиями. Не собираюсь объединяться с оккультистами. Если люди не исповедуют, что Иисус был распят, что Он умер, был погребен, а затем воскрес и сидит по правую руку всемогущего Бога, что Он скоро придет снова, я с такими людьми не хочу объединяться. Тут не должно быть никакого недопонимания. Деяние, 4 глава, 22 стих. Вы уже открыли? «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом». Давайте я скажу это так, как следует. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Я слышу, как они говорят, слышу их разговоры. «О нет, это не может быть правдой. Путь к спасению должен быть больше, чем один». Однако нет никакого другого пути. Единственный путь спасения – Иисус. И мне все равно, что вам показывали и что вам говорили. Иного пути спасения нет. Направьте камеру на мое лицо. Есть только один путь к спасению – Иисус. Он единственный, через кого вы можете спастись. Никаким иным именем, кроме данного Бога, получить спасение невозможно. Это имя – Иисус. Хотите спастись? Иисус. Не верите? Тогда вы погибнете. «Мир слишком сложен для того, чтобы был только один путь», говорят некоторые. «Если вы так считаете, то вы купились на ложь». «Я не собираюсь вам что-то доказывать. Вы просто погибнете». Я не буду с вами спорить. Но вы погибнете, и уже не сможете вернуться. И там вы узнаете, что единственным путем спасения для вас был Иисус. Он единственный выход. Он слишком высок, чтобы его перелететь. Он слишком широк, чтобы его обойти. Его имя – Иисус. Есть люди, которые оставляют Иисуса. Но нам без него нет жизни. Да, призовите его имя. Бесы трепещут при звуке его имени. Призовите его имя. Эй! Иисус! Иисус! О! Иисус! 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 Иисус 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 Не позвольте этому миру, Голливуду и всем остальным Переубедить вас в другом Наука не может объяснить Бога Иисус снова придет И пред Ним преклонится всякое колено И всякий язык будет исповедовать, что Иисус Господь Иисус 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 И здесь второй раз, когда Иоанн использует эту фразу «Взирайте на Агнца Божьего». Теперь ситуация другая. Иисус уже был представлен народу как Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Многие уже уверовали в Него, благодаря свидетельству Иоанна. Так что теперь Иисус предстал как Агнец Божий людям, чьи грехи уже удалены, потому что они уже уверовали в Иисуса. Но тем не менее, им все так же необходимо взирать на Агнца, созерцать его для того, чтобы пребывать в благодати Божьей. В Евангелии от Иоанна 1.36 в Библии короля Иакова сказано, «И увидев идущего Иисуса, сказал, «Взирайте на Агнца Божьего». Теперь мы смотрим на Агнца не только ради прощения грехов. Теперь мы взираем на Него для того, чтобы у нас была победа, чтобы нам получить силу и помазание. Мы взираем на Агнца для того, чтобы быть успешными в наших стараниях. Мы смотрим на Иисуса, потому что в Нем мы движемся, в Нем имеем дыхание и в Нем существуем. В 15-м псалме, в 8-м стихе сказано, «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесну и меня, не поколеблюсь». Так что я смотрю на Иисуса не только ради прощения грехов. Я смотрю на Иисуса для того, чтобы получить силу, победу, получить помазание и духовную власть, которые мне необходимы для того, чтобы мои усилия были успешны. И подобно Петру, пока вы смотрите на Иисуса, вы будете успешными. Но как только вы отведете от Него в свой взгляд, то начнете тонуть. И, возможно, некоторые из вас уже начали тонуть. Не имеет значения, сколько времени вы ходите с Господом. Если сегодня вы отведете от Него взгляд, то начнете тонуть. Именно это и произошло с современной церковью. Мы отвели свой взгляд от Иисуса. Мы смотрим на что угодно, только не на Него. Мы обращаем свой взгляд на преуспевание, но наше истинное преуспевание в силе Его крови. Взирайте на Агнца Божьего. Независимо от того, чем вы занимаетесь, вы не должны сбиваться с правильного фокуса. Вы должны смотреть на Агнца и созерцать его. В любой ситуации смотрите на него. Когда вы слабы, когда вы больны, смотрите на Агнца. Когда вы остались без работы, когда все идет не так, смотрите на Агнца. Когда у вас в браке проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok